Мы озвучили историю детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Я узнала о своем статусе два или три года назад. Пришла на групповой тренинг, где мне и другим ребятам рассказали о ВИЧ-инфекции и о том, что она у нас есть. И я была рада узнать правду. Мне помогло еще то, что я была не одна. Вокруг сидела целая группа ребят. И знаете, у нас не очень хороший класс. Я, в принципе, близко-то ни с кем особо не общаюсь. Но я могла бы открыться, если бы была уверена на 100% в человеке. Правда, сначала я сделала бы так, чтобы люди узнали все о самом заболевании. Особенно неприятно, когда врачи не знают много о ВИЧ-инфекции. Однажды они отказались меня принять, увидев мой диагноз в направлении. Было очень больно. Так хотелось убежать оттуда. Но в остальном сложности-то и нет. Единственное, не просто постоянно скрывать свою болезнь. У каждого из нас есть свои страхи. Моя никак не связана с ВИЧ-инфекцией. Я, например, люблю танцевать. И каждый раз, выходя на сцену, я очень волнуюсь. Мои близкие, родные меня поддерживают. Они всегда рядом. Поэтому главный настрой. Жить и получать максимум положительных эмоций. Для нас все двери открыты. Осталось только выбрать свой путь. Субтитры создавал DimaTorzok